Водолей, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на мае месяца. Что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца? Первая карта для вас – Король Жезлов. Король Жезлов для вас мужчина показывает, в начале месяца мая уже потребуется ваша благородность. Может, кому-то потребуется ваша помощь. И вас, может быть, для вас будет как проверка свыше, для того, чтобы посмотреть, насколько вы благородны и готовы помочь кому-то. Женщины, те, которые имеют отношения, рядом с вами есть такой мужчина благородный, который он может вам помочь, которому он вам может дать руку помощи. Те, которые одинокие люди, от вас именно требуется более спокойное, более благородное ваше состояние в начале месяца. Давайте посмотрим следующая карта на начало. Это шестерка Пентакли. Шестерка Пентакли так и требуется. Высшие силы будут вас проверять. Будут посмотреть, как вы благородны по отношению к другим людям, так они будут вам отдавать как обратную связь. Так как вы будете кому-то помогать, они вам дают что-то, то, в чем вы нуждаетесь. Именно ваш месяц начинается именно с... Может кому-то помочь, потребуется эта помощь от вас. Давайте посмотрим следующая карта. Карта смерть. Карта смерти показывает то, что вы завершаете какого-то периода. Завершение старого и начало нового. Некоторые могут быть, если касается мужчины, они могут себе, знаете, поставить такие цели, что они могут хотят что-то именно касается работы, поставить, завершить, более, знаете, начать чего-то новое. Но для того, чтобы они начали чего-то новое, может, они могут обратиться к кому-то за помощью, за советы для того, чтобы вот они как-то начали, да, что-то по-новому. Давайте посмотрим следующая карта на середину месяца для вас, мои дорогие. Это карта силы. Высшие силы, так как мы сказали, что у вас будет проверка свыше, да, они будут вас проверять, они будут смотреть, как вы будете себя вести весь месяц май, да, и в начале, и в середине, и даже, я могу сказать, и в конце месяца может быть то, что это трансформационный, да, месяц для вас. Давайте посмотрим следующая карта. Это двойка кубка. Двойка кубков, да, те люди, которые, знаете, находятся в отношении, да, вам требуют, да, друг друга, вот именно в мае месяц поддерживать, да, услышать, да, если что-то хотите делать, да, посоветоваться, да, услышать друг друга. Люди, которые одинокие, да, здесь могут высшие силы подать вам такого человека, да, знаете, как кармический человек, пройти какой-то кармический урок, да, который вам будет помогать вот эту трансформацию, да, все-таки пройти достойно. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца. И карта семерка Пентакли. А почему высшие силы вам дает? Потому что вы уже в середине месяца, вот, должны поставить себе цели для того, чтобы вы начали чего-то новое в вашей жизни, да, для того, чтобы у вас были уже цели, желания, да, для того, чтобы они исполнились даже, да, на протяжении семи месяцев, да, юля месяца может быть, чтобы исполнение вашей желания, да, и для этого, чтобы вы стремились. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца, что вам высшие силы подсказывает. И карта башни, да, карта башни показывает разрушение с ваших стереотипов, но эти стереотипы вы можете вы сами сделать, да, только, только вашими руками, да, и может есть какие-то страхи, да, может есть неуверенность, да, может вы боитесь потерять чего-то, и вот это, вот это ваша неуверенность, да, вы должны сами своими руками всё-таки разрушить, да, понимать, да, быть благородна к себе для того, чтобы вы это убрали из вашей жизни. Давайте посмотрим следующая карта, и карта показывает четвёрка кубка. Четвёрка кубка показывает, что не стоит, да, в конец месяца впасть вот в эту депрессивную, и пустотную состояние. Высшие силы вас поддерживают, да, зависит это с середины месяца. Самое главное всё-таки от вас какие действия, да, не нужно, да, расстраиваться, да, что что-то уходит из вашей жизни, да, потому что здесь могут уйти люди кармические, да, вот люди, которые вам помогли в своё время, да, они выполнили ихнюю миссию в вашей жизни, и вы должны их отпускать, да, но это вы можете только сами, да, отпускать человека. Давайте посмотрим следующая карта, карта совета. Это десятка жезлов преодолевания, да, вот этой трудности, да, вот этот груз, который вы тащите, да, вы думаете, что вам тяжело, что вам вы не можете справляться. Вот высшие силы совет вам даёт, не нужно, не стоит это, потому что если вы не будете стремиться к чему-то новому, вот в конец месяца будет вот это ваше состояние, да, вот будет ваш это тяжёлый груз, тяжёлая ношетка, которую будете таскать на себе. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране, и для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.